Семилетний Арсений Чернышов самый старший в группе для начинающих лыжников. Мальчика поставили на лыжи родители, а с этого года он занимается лыжной подготовкой у тренера Центра зимних видов спорта Елены Мишалкиной. Несмотря на юный возраст, первоклассник уже принимал участие в соревнованиях и умеет бегать как классическим ходом, так и коньковым. А тебе что больше нравится, коньком или классикой? Коньком. Расскажи нам о соревнованиях, куда ты ездил, занял ли какое-то место? В Думу. Так, какая дистанция там была? 500 метров и 400 метров, когда мы туда первый раз поехали. Так, и ты и 400, и 500 метров пробежал? Да. Как пробежал, место какое-то занял? Пятое. Пятое место, что тебе дали за это? Да, шоколадки и бумажки такие, где написано, какой год и как я пробежал. Тебе понравилось, как ты пробежал? Да. Еще поедешь на соревнования? Угу. Группа для самых маленьких лыжников открылась в Центре зимних видов спорта в феврале этого года. В ней занимаются дети от 4,5 лет и старше. Однако, приглашаются все желающие. Успехи воспитанников детского сада «Вишенка», как говорится, налицо. Недавно на районных соревнованиях по лыжам они впервые заняли первое место среди коллективов детских садов. Ну, в принципе, все в игровой форме. Так, чтобы ребенку было интересно. Стараюсь так более объяснять ему удобно, чтобы было все понятно. Вот. Делаем, значит, катаемся с горки. Также без палок пока катаемся на лыжах. Обучаемся ходу пока что ногами. Они на координацию все движения. Работа такая. Классический ход стандартный. Вот. Как часто проходят занятия у детей? Понедельник, среда, пятница. Три раза в неделю. Занятия в группе малышей бесплатные. Спортивным инвентарем детей обеспечивает Центр зимних видов спорта. В летний период тренировочный процесс будет продолжен. По словам Елены Мишалкиной, на открытом воздухе малыши будут заниматься подвижными играми с мячом, кататься на роликах, велосипедах и самокатах. Главная задача, ну, приобщить детей все-таки к здоровому образу жизни, к спорту, чтобы для них это было естественно, естественным, так можно сказать, лучше, чтобы в дальнейшем, когда они вырастали, чтобы им было приятно самим заниматься спортом, чтобы им это нравилось, вести здоровый образ жизни. Возможно, кто-то из них хорошие результаты в профессиональном спорте покажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok